Поматросил и бросил, это плохо, но когда матросит и не бросает, еще хуже. Так же и в ММА. Нокауты, это страшно для мужиков, но когда они женские, еще страшнее. Приветствую вас, брутальные кулаки бабочки. С вами Федорович, а в этом видео мы насладимся или огорчимся, это кому как, нокаутами в женском ММА из 2021 года, без UFC и Беллатора. Забывайте обиды, но никогда не забывайте доброту, а женщине не стоит забывать, что она женщина. Поэтому-то Луцера Акоста и сделала себе силиконовую грудь, которая добавила ей массы, что, конечно же, привело к увеличению силы удара. Наверняка Элисон Брадин проиграла только из-за этого. Теперь нокаутированная соперница тоже захочет себе такой лайфхак для боев. Прекрасная, стройная и милая жена – мечта каждого мужика. Но если она может разбить твою черепушку парочкой ударов, ты должен понимать, что мыть посуду и убирать в доме придется тебе. Поединок Селины Монги против Ашлинки Рачвалски закончился очень ярко, пулеметной очередью руками от Селины, которая просто уничтожила Ашлинку без шансов. Зебра не конь, но тоже красивая. А кикбоксинг не ММА, но женщин там тоже хватает, как и красивых нокаутов. Отличный бой двух львиц с хорошей комбинационной работой и жесткими ударами. Но в этот вечер Сарель Де Джонг была более голодной и агрессивной. Поэтому, работая на отходах, постоянно встречала Люси Мудрович хорошими комбо и лоу-киками. А затем удивила всех зрителей, а главное соперницу, феноменальными жестким фронткиком в прыжке, записав на свой счет красивую победу нокаутом. ПОЛА РИНГА, ЭМФУЖЕН ШАМПИОНКА, САРЕЛ ДЕОНГА. ПОЛА РИНГА, ЭМФУЖЕН ШАМПИОНКА, САРЕЛ ДЕОНГА. ПОЛА РИНГА, ЭМФУЖЕН ШАМПИОНКА, САРЕЛ ДЕОНГА. СВОЕЙ ЖИЗНИ НЕ МЕНЯЕТ МНЕНИЯ. ПОЭТОМУ БОЕЦ ДОЛЖЕН ПОСТОЯННО МЕНЯТЬ ТАКТИКУ БОЯ, ПОДСТРАИВАЯСЬ ПОД СОПЕРНИКА И ПОДБИРАЯ К НЕМУ КЛЮЧИ. Именно так и поступила Кэти Стрит. Будучи джитсером, она не стала лишь в борьбу против Рэйчел Стрэндж, а решила ей показать свое секретное оружие в виде правой колотухи, которую она пробила дважды и дважды в цель. Зарабатывать деньги умеют многие, но беда в том, что тратить деньги всегда получается лучше и быстрее. Так же и в боях. Бить умеют все, но побеждает тот, кто лучше и быстрее. Отличный бой в исполнении Че Ян, который удалось пробить феноменальный локоть навстречу Ханне, моментально закончив бой. Бывает, что люди покупают умный телевизор, а потом полдня с ним спорят о смысле жизни, а у бойцов смысл один – отправить в нокаут соперника. Именно так и сделала Мина Ущаровади в своем поединке против Мелиссы Аллен. Девчонки решили со старту побоксировать, но у Мелиссы явно с этим направлением проблемы, и лучше было ей пойти в борьбу, так как Мина на отходе четко споймала ее дважды прямым навстречу, закончив бой за 10 секунд. Если кто-то хочет тебя обидеть, значит его уже обидели, а бойцы никого не обижают, только нокаутируют. Тани Торрес показала отличную технику работы руками в поединке против Янет Видал, которые также имеют неплохую технику. Но в этот день Тани была быстрее и точнее, что обеспечило ей красивую победу. Каждый пенсионер мечтает прожить 120 лет и разорить пенсионный фонд, но пока что казино выигрывает. А каждый боец мечтает победить нокаутом, но это удается только одному из двух. Жасмин Монтоя в своем поединке против Шелби Хангнес не стала рисовать цифры на воде, а после защиты от парочки ударов Шелби ногами сразу перешла к делу, включив режим Берсерка и просто забила соперницу руками за первую минуту боя. Хорошая выносливость – это залог успеха не только за столом на свадьбе, но и в поединках, где частенько она является решающим фактором. Андрейна Ротча слишком устала, но все равно решила идти вперед, чего с нетерпением ждала Денис Гомес, ведь ее правый кулак очень хотел познакомиться поближе с челюстью соперницы. Молчание – великий друг, который не втянет в неприятности, а крепкий кулак – незаменимый союзник, который поможет неприятности решить, если молчание не сдержалось. Поединок на голых кулаках между Сури с Манфреди и Нон Гноей оказался довольно жестким и интересным. А если вы не знали, что такие бои есть, полюбуйтесь на этот нокаут от Сурай, которая грамотно переждала атаку и все сделала на контрпанчах. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, какой нокаут вам понравился больше всего и как вы относитесь к женскому ММА. А поддержать канал и получить мою благодарность вселенской силы вы можете, став спонсором канала по ссылке возле кнопки подписаться, увековечив свое имя в конце видео и получив плюс 100 к карме. А если вы хотите привести себя в форму и посмотреть серьезные обзоры боев и бойцов, подписывайтесь на мой второй канал по ссылке в описании. Или забирайте бесплатные видеокурсы также по ссылкам в описании. И не забудьте подписаться на телеграм-группу Движуха с Федоровичем, куда я даю полезные фишки и мотивирую. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Продолжение следует...